В этом видео я представляю первый сет из серии Ever After Hive, в который входят Эшлин и Хантер. Хантер это сын охотника, Эшлин дочь золушки. Эшлин является королевской, Хантер мятежниковой. Коробочка выполнена в виде книги, это мы уже знаем, от Эшлин и Хантер, обозначение королевский и мятежник, внизу второй том и также надпись Эшлин дочь золушки и Хантер сын охотника. С обратной стороны коробки изображение Эшлин и Хантер, полный рост, информация о них и внизу куколки, которые вышли в этой серии. Эппл Вайт, Брайер Бьюти, Рэйбл Квинн и Мэгни Кэпп. Эшлин симпатичная девочка, со светло-русыми волосами. По поводу ее прошивки могу сказать, что средняя, потому что верхние пряди собраны в большой пучок, сзади получается небольшой хвостик, а нижние прядки их совсем немного, просто распущенные, но длинные. Спереди пряди собраны и заплетены в небольшую косичку. На голове обруч корона розового цвета. Глаза у Эшлин зеленого цвета, легкий розовый макияж, розовые губки на нижней блике. Сережки золотистого цвета в виде туфельки. На шее ожерелье в виде золотого украшения с кулоном. На левой ручке золотистый браслет с кулончиками в виде туфелек. На правой ручке колечко, как мы уже привыкли видеть на двух средних пальцах, в виде золотой птички. Одета Эшлин бирюзовая красивая атласная платьица. Юбка прямая, на ней принт, розовые розы, белые вставки. Есть розовые рукавчики, также из атласа. А остальные рукавчики из прозрачной бирюзовой ткани. Поверх атласа идет вставка из прозрачной бирюзовой ткани с золотым принтом. На ногах у Эшлин прозрачно-бирюзовые туфельки. Вроде как бы хрустальные, да? Но очень мне напоминает некоторую обувь Монстер Хай Лагуна Блю. Хантер меня очень обрадовал, мне очень понравился этот мальчик. Если лица у девочек из Эвер Артер Хай плосковатые, и мне кажется, немного к ним нужно привыкнуть после Монстер Хай, то мальчик, который первый выпустили, в нем нет никаких таких изъянов, нюансов, которые бы мне не понравились. Наоборот, он мужественный, у него тело, мне кажется, немного красивее, чем у Монстер Хай. Немножко позже я сравню, покажу вам обоих мальчиков раздетыми, и вы посмотрите. Ну, конечно, дело вкуса, но, мне кажется, тело у мальчиков Эвер Артер Хай намного лучше. Глаза у Хантера карие, губы телесного цвета. Прическа у Хантера очень напоминает прическу Клода, и именно с ним я буду сравнивать, из серии Музыкальный фестиваль. С одной стороны такая бархатная наклеенная сторона коричневого цвета, Остальные волосы довольно-таки длинные, как для мальчика, коричневого цвета, без никаких либо прядей. Одет Хантер стильно и красиво, на нем болотного цвета майка, с такими разводами красивыми. Поверх рубашка с, вроде как бы, с кожаной жилеткой, но оно совместно идет. Рубашка болотного цвета, вот эта вставка под кожу коричневого цвета, завязки коричневого цвета. Бежевые брюки. На поясе брелок серебристого цвета. На правой ручке коричневый браслет, сделан под кожу, но он из резины. Кисти рук у Хантера снимаются. Через плечо большая коричневая сумка, выполнена также под кожу, и серебристый значок, и она открывается. На ногах у Хантера сапоги коричневого цвета, с разными заклепками. Вот тела двух мальчиков. Сразу видно, что Хантер такой более мужественный, накачанный. А Клод худенький, щупленький. Вроде бы и те, и те подростки, но Маттел решил совершенно изменить тела. Хантер также полностью шарнирный, кисти, стопы снимаются кисти, как и у Клода. Но, как вы видите, структура тела другая. И если вот я Клода поставила поставку, а он в ней шатается, когда он одет, такого нет. А вот голый, и он шатается, то у Хантера этого нет. Он крепко стоит в своей подставке. Из аксессуаров у них подставки, книжечки и расческа. У Хантера подставка серебристая, с прозрачным штырьком этим. У Эшлин золотистая, золотистая расческа у Эшлин и розовая книжечка. Небольшой рассказ с разными гравюрами, который состоит из шести глав. У Хантера зеленая книжечка, также интересный, увлекающий рассказ с гравюрами, в который входит шесть глав. Это все, что я хотела рассказать вам про этот сет. Мне он очень понравился, рекомендую. Мое видео подходит к концу. Все мои фото и видео вы можете найти на blogstops.ru, кукломании или на моей страничке вконтакте. Ссылки будут под видео. Всем спасибо за внимание. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok